Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я решил кардинально, кардинально изменить мой подход к рубрике Советы Новичкам. У меня есть плейлист на канале, в котором у меня сложены видео, их не так уж и много, для новичков. И какое мнение у меня было по поводу данной рубрики? Ну, посоветовать, каким образом можно фармить золото или каким образом можно фармить свободный опыт. Но буквально на днях я стал свидетелем довольно интересной картины. Я видел игрока, точнее присутствовал на стриме у этого игрока, он показывал, как он играет. Просто ради интереса, просто ради веселья. На что я обратил внимание? Я обратил внимание на то, что данный игрок, находясь уже на восьмом уровне, он прокачивал одну ветку. Это было начало его игры. Он не знал элементарных вещей. Не в смысле того, как конкретно играть и применять какую-то конкретную технику. Там, допустим, легкий танк или тяжелый танк. Или применял эту технику одинаково. Я обратил внимание, что он не ориентируется абсолютно ни, допустим, в каких-то закладках. Ни в том, зачем нужен ему свободный опыт. Ни в том, за что ему дают, в принципе, боевой опыт. Короче говоря, игрок абсолютно не ориентировался в игре, не как в игровом процессе, а в целом. И меня это очень сильно удивило. Я спросил у игрока, а сколько ты играешь? Он написал мне по поводу того, что играет несколько месяцев. Ради интереса, после того, как со стрима я ушел, я зашел в ютюбе и попытался найти хоть какие-то видео, которые реально являются обучающими. И на что я наткнулся? Я наткнулся на серию видео от именитых ютюберов, которые учат играть. Но учат играть в каком смысле? Они учат не тому, как начать с первого уровня и дальше подниматься, на что обращать внимание, где что покупать, где, допустим, там во вкладке, я не знаю, там, того же самого клана, что нажимать для того, чтобы что-то сделать или посмотреть свою результативность. Они учат тех игроков, которые уже умеют играть, просто играть лучше. То есть, если вы имеете статистику, там, 45%, то эти именитые ютюберы, они помогут вам свою статистику поднять. То есть, вы и так знаете, каким образом, допустим, применять КВ-1. И в своем обучающем видео, как они называют обучающее видео, они просто подсказывают, каким образом можно на КВ-1 поднять планку своей результативности. Понимаете, о чем я говорю? И я решил, что, наверное, что-то надо поменять. И, наверное, мой канал будет единственным, ну, раз на ютюбе больше никого нет, который будет рассказывать все от мала и до велика с самого начала, с самых низов. Именно для тех ребят, которые только установили себе игру, ну и, соответственно, только начали в нее играть. Поэтому, если данная рубрика тебе интересна, подписывайся на канал, обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропустить видео из этой рубрики. И у меня на канале уже есть плейлист, который так и называется «Советы новичкам». А есть еще обзоры. А помимо этого, на все ветки, которые я успел сделать, у меня есть обзоры на проходные машины. Что себя представляет каждая из этих машин, как ее использовать и чего тебе ожидать, прокачивая ту или иную ветку. Ну, допустим, качаешь ты Германию, ты можешь посмотреть, чего тебе будет стоить дойти до ВК 7201К. На каждой машине ты сможешь приблизительно увидеть, как ее необходимо отыгрывать и чего тебе ожидать. Ну, а теперь давайте начинать с самого начала, с самых низов и какие рекомендации могу дать. Придумать название для данного видео мне было очень сложно, поэтому то, что указано на превью, это единственное, что пришло мне в голову, потому что в целом затрагиваться будет много вещей. Итак, ПЗ, допустим, 35. Ты дошел до второго уровня, ты прошел первые бои, ты понял плюс-минус, что от тебя требуется. Но единственное понятие, которое у тебя есть, это то, что ты должен ехать и воевать. Больше у тебя понятий по большому счету нет. Чему тебя учат первые и вторые уровни? Да, в принципе, тому, что ты просто должен станкнуться с врагами, обмениваться с ними своими снарядами и получать тычки в ответ. Вы не будете учиться на первых уровнях танковать, вас не будет никто, там, не знаю, заставлять ромбом становиться, потому что вам это не поможет. Потому что, как правило, все машины картонные на этих уровнях и поэтому пробиваются в любых проекциях. Обратите внимание, что играя на первом, на втором уровне, у вас есть только базовые снаряды. Не более того, у вас есть оборудование, к которому мы вернемся чутка позже, в следующих видео. Сейчас же рассматриваем на примере снарядов и на примере бронирования. Итак, у вас есть базовые снаряды и, в принципе, выбор у вас небольшой. Это сделано для того, чтобы игрок во время боя меньше всего заморачивался над тем, куда ему нажимать. Ему достаточно просто управлять танком и жать на клавишу выстрела. Поднимаясь на левел выше, на третьем уровне у вас добавляется еще один вид снарядов. Это голдовые снаряды. Почему их называют голдовые? Потому что вы их можете приобретать за золото. Но, ребят, обратите внимание, если вы только начали играть, что за то, что вы выполняли определенного рода боевые задачи, вам начислялось золото. Эта кухня закончится и золото вам перестанут начислять. Поэтому не спешите его тратить на все, что ни по поди. И все, что вы заработаете в боях, обязательно оставляйте у себя в копилке. Зачем? Об этом поговорим чуть позже. Итак, голдовые снаряды. Вы пополняете себе запас голдовых снарядов и у вас с собой их должно быть хотя бы в районе 10. И в этом случае вы потратите именно золотые монеты. Для того, чтобы не растратить свою золотую копилку, нажмите на значок золото-серебро и смените валюту, которой вы будете оплачивать за голду. Перейдите на серебро, потому что серебро в нашей игре фармится проще всего. Что такое фарм? Фарм это заработок. Поэтому, когда вы слышите нафармить серебра, нафармить свободки, это значит заработать себе в копилку какие-то определенные игровые ценности. Итак, вы поставили себе дополнительные снаряды и в бою, когда вы будете находиться, вы сможете переключаться. Зачем нужны голдовые снаряды? Посмотрите на характеристику орудия, которым вы играете. Обратите внимание, что средняя бронепробиваемость обычного снаряда составляет 58 мм, а средняя пробиваемость голдового снаряда составляет 96 мм. О чем это говорит? Говорит о том, что если вдруг вы целитесь в врага, и он для вас в прицеле полностью красный, и вам тяжело его пробить, вам необходимо переключиться на голдовый снаряд, для того, чтобы гарантированно, плюс-минус, сделать товарища помягче, ну и, соответственно, нанести ему урон. Обратите внимание, что большинство орудий, за редким исключением, на голдовых снарядах имеют меньшее количество наносимого урона. И об этом тоже стоит помнить. Поэтому не рассчитывайте на то, что, стреляя голдовыми снарядами, которые, напомню, стоят ваших денег, вы будете получать тот же самый результат по наносимому урону. Это то, что вам необходимо помнить по поводу снарядов. Ну и по поводу отыгрывания техники. Поднимаясь уровнями выше, вам необходимо начать забывать по поводу того, что в бою вы можете вести себя как угодно халатно, выезжать как попало, ну и, соответственно, получать тычки в ответ и весело размениваться. Когда вы поднимаетесь на четвертый уровень и выше, вам необходимо начинать задумываться по поводу того, как отыгрывать свою технику. Вы должны понимать, что каждая техника имеет свой уровень бронирования и того, как эта броня прорисована. Как правило, у всех автомобилей в нашей игре нижние бронелисты плохо забронированы. Именно поэтому вас очень легко разбирают. Именно поэтому, когда вы точно так же весело, как на вторых, первых, ну иногда третьих уровнях, залазите куда-нибудь на гору и как великий гордый орел смотрите на всех свысока, вам начинают забрасывать как раз в нижние бронелисты. Никогда не стойте с оголенными бронелистами нижними, ищите укрытия, за которыми вы можете спрятаться. Броня, которая у вас есть, имеет приведенку, так называемую. Что такое приведенка? Это увеличение вашей брони по толщине с учетом скоса вашей брони. Чем больше этот скос, тем, соответственно, больше приведенная броня, ну и, соответственно, ребят, пробить вас будет тяжелее. Поэтому, допустим, на хедзере лучше всего отыгрывать так, чтобы нижний бронелист был полностью спрятан. Ваша машина находилась под максимальным углом вот этим, а орудие склонялось при этом вниз. То есть, подъезжая на горку, вы не залазите на нее полностью, а подъезжаете так, чтобы орудие свешивалось с горки вниз. Каждое орудие имеет свой угол. Угол склонения вниз указан в технических характеристиках по машине. Вот он, угол склонения вниз, минус 8. У какой-то другой машины угол склонения может быть минус 10, а может быть и минус 2. И орудие вниз, в принципе, практически не склоняется. Также необходимо помнить по поводу того, что какая бы ни была бронированная машина в нашей игре, каждая машина слаба, когда ты смотришь на нее, ну, я бы сказал, сбоку. Вот если вы станете напротив вот этой вот машины, она будет казаться вам монолитом, особенно если спрятать нижний бронелист. И здесь пробить машину очень сложно. Но как только вы поворачиваетесь бортом, вас начинают разбирать, потому что здесь, как правило, брони гораздо меньше, в разы меньше. И имея броню спереди, допустим, образно 250 мм, по бокам у вас может быть всего лишь 80, а в корме вообще 50. Таким образом, ребят, ни в коем случае не стойте боком. Если вы едете на своего врага, и вы видите его, и в то же время видите соперника там где-то с другой стороны, не начинайте отворачивать свое орудие, пытаясь выцелить там своего соперника. Потому что тот соперник, который ближе к вам и видит вас, скорее всего, начнет бить вам вот сюда вот в борт вашей башни, либо в борта вашего корпуса. Это первые азы, которые вам необходимо запомнить. А еще смотрите обзоры на машине. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно подстроиться к технике, если у вас это не получается. Вы можете интуитивно понять, как играть на том или ином танке, но лучше посмотрите честный обзор на машину. И, как я уже сказал, допустим, на моем канале могу предложить вам посмотреть обзоры на проходную технику в ветках. Если вам было полезно данное видео, обязательно нажмите лайк, напишите комментарий, надо ли вам, в принципе, такая информация. Ну а я попытаюсь продолжать. Давайте так, начнем с самого нуля. Ну и не то, чтобы станем статистами, но научимся все-таки играть и не тянуть команду на дно. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия.